Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире передача «Актуальное интервью». Я и ведущий Пётр Смирнов, а у меня в гостях Татьяна Акимова, фотограф и амбассадор проекта «Химия была», но мы расстались, и Татьяна Борисова, участник этого проекта. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы фотографы-волонтеры, мы не получаем за это деньги. И она обзванивала, интересовалась у других девочек, фотографов, и никто не откликнулся. Год назад она предложила мне участие, я пошла учиться, я вступила в Лигу онкофотографов. Эта лига, она по всей России, достаточно большая. Проходила обучение на вебинарах. Ведет их Светлана Полякова и Елизавета Прахова. Они курируют этот проект. Обучали нас онко-психологи, онкофотографы, люди, которые работают уже глубоко в этой деятельности, занятые с 2020 года. О чем этот проект? Предскажите немного о нем. О поддержке. Максимально о поддержке и о профилактике. Почему нужно идти к врачу, как не запустить болезнь, как настроить уже болеющих людей на то, что все будет хорошо, ты будешь жить, у тебя будет все. Все будет. Не сдаваться, не думать о плохом близких, учить общаться с такими людьми, потому что очень часто люди отворачиваются, не понимают, как общаться. Думают, что есть такие люди, которые заблуждаются и думают, что это заразная болезнь. И игнорируют. Когда человеку нужна максимальная поддержка, от него, наоборот, отворачиваются. Это очень больно, это страшно. И мы говорим о том, что с этими людьми надо общаться, не выкидывать их из социальной жизни, продолжать жизнь, продолжать путешествовать, ходить на какие-то мероприятия, продолжать нормальную жизнь. И все это называется фототерапия. Правильно ли я понимаю? Фототерапия – это небольшой кусочек вот этой терапии, которая, наверное, больше для женщин. Но мужчины тоже стали приходить в этот проект. Женщинам же сложнее пережить это, потому что отсутствие волос, каких-то частей тела. Нам труднее принять какие-то свои изъяны. И фототерапия, она помогает пережить этот период. Видеть себя красивой, видеть себя настоящей женщиной, независимо от того, что сейчас с тобой происходит. И даже, вот Таня не даст соврать, когда у тебя нет волос, тебя можно сделать очень красивой. Ты, в принципе, красивая, но нам иногда нужно это подчеркнуть с помощью визажиста, с помощью фотографа. Как-то сесть красиво и видеть, что ты женщина. Ты остаешься женщиной. Правильное освещение. Да, да, да. Несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства. Татьяна, вы как участница проекта, расскажите, сложно ли было для себя принять решение поучаствовать? И что это для вас дало? Решение вообще было принять несложно. Решение принялось прямо вот в одну секунду. Вот, я сама написала Юлией Погодиной. То есть, было просто, ну, я не видела в этом ничего такого, что в этом участии, наоборот. Очень даже интересно, почему бы и нет. Притом, как бы, когда волос не было, то есть, у меня уже была фотосессия, я делала это для себя. Да, это очень настроение поднимает. Когда я поближе узнал про проект, то есть, ну, мне захотелось поучаствовать, почему бы и нет. Ну, и когда еще тебя красиво накрасит, сфотографирует. А что дал вам этот проект? Вот такого, что-нибудь глубинного, личного? Ну, знаете, даже, наверное, нотку позитива. Такое, вот, когда борешься с этой болезнью, все так как-то уныло, наверное, что ли. Ну, то есть, ты ничего не видишь, кроме больницы, больницы, то есть, дом, больница, больница, дом. И тут вот раз такое, как бы, яркое, позитивное пятно, потому что девочки очень позитивные, то есть, все такое общение, все позитивное. И все это, этот час фотосессии тоже все это было настолько позитивно, как бы, вот, мне дало только сплошное позитиво. Только подняло настроение. Расскажите, пожалуйста, о команде проекта. Да ведь не только вы, как фотограф, но, я так понимаю, вот, вся команда работает, вот, с участницами. Кураторы проекта – это Ольга Шадрина и Юлия Погодина. Они на верхушке вот этого всего айсберга объединяли всех нас. Изначально мы бросили клич, нам нужна была фотосессия. Это звалась Даша Кружко и Женя Гончаренко. Но, к сожалению, Даша, на студии без окон, а там есть условие, что освещение должно быть естественное. Поэтому мы пошли в студию «Шесть углов». Девочек красила Виктория Ятунина оба дня. У нас было два дня фотосессии. Вот. И прически она делала. И фотографом уже выступала я. Охотно ли вообще саровчане откликнулись на этот проект? Как много участников? Отклик был небольшой. Оказалось, что, несмотря на то, что все мы знакомы, вот Мария Кудряшова, мы с ней знакомы уже много лет. Вот Таня, я не знала, я познакомилась в день проекта. Тем не менее, говорили, что не видели информацию про проект. Кто-то, может быть, до сих пор еще сомневается и думает, зачем мне это надо, это же нужно рассказывать, это нужно будет где-то себя увидеть. Это достаточно откровенной, я считаю, историей. Поэтому у нас пока две участницы, но мы еще будем снимать, я думаю, что в февраль-март мы повторим снова этот проект, так как в Сарове очень большие цифры по онкологии. Почему нужно говорить об этой болезни? Вот мы говорим, что небольшой отклик от участниц, но почему вот с вашей точки зрения нужно об этом говорить, о самой болезни и о борьбе с ней? Чтобы другие знали, чтобы другие знали, как не унывать в этой ситуации, как бороться. Потому что когда я узнала о болезни, я не знала, куда себя деть и вообще, что мне делать дальше. А тут как бы проект, где люди уже знающие, где люди понимающие, то есть они тебя выслушают, они тебя поддержат, а это очень важно. А как вот это вот происходит, когда первые минуты, дни, когда узнаешь о болезни, о диагнозе, какие чувства переполняют? Да, большая куча эмоций. У меня вот в голове был один вопрос, почему я? Почему, то есть мне 30 лет, а у меня такой диагноз? Притом как-то всегда я раньше думала, что онкология, она такая более наследственная болезнь, а у меня никого с такой болезнью нет. И почему, почему у меня? Ну, сложно пережить, то есть сложно принять. А еще когда ты не знаешь, что делать тебе дальше, что нужно, и вообще, то есть это лечение. И, соответственно, как бы онкология, ты же сразу понимаешь, что у тебя выпадут волосы, как так. Ну, естественно, и мысли как бы плохие тоже бывают, что, да, болезнь может не вылечиться там. То есть вот сложно сказать, не знаю, эмоций было куча. С точки зрения лечения в Сарове нормально с этим? В Сарове, конечно, с этим проблематично. У нас очень проблемно, потому что очень проблемно и долго записаться к врачу, вот именно попасть к тому врачу, которому тебе нужно. И, опять же, то есть нет таких людей, которые тебя как-то направят, что ли, которые вот разложат тебе все твои дальнейшие шаги по полочкам. То есть что ты будешь знать, что мне нужно вот это, вот это и вот это. Кто в этот момент поддерживал тебя? Ну, родители, естественно. То есть родители и муж. Все обследования, то есть по всем врачам. Они ездили со мной, ходили, возили. То есть прямо поддержка от них была очень сильная. То есть они очень сильно переживали за меня, я это, ну, как бы, видела. Муж вообще не давал мне унывать, то есть никаких расслаблений даже. Бывало такое, что руки опускались? Ну, вы знаете, наверное, конечно, сложно сказать, что нет, совсем не было. Ну, были, конечно, моменты, да, когда там было грустно, было тошно. Вот. Но он не давал мне расслабляться. То есть никаких даже и мыслей, намеков на то, что ты больна, ну, больна, и что все, живем дальше, все. Жизнь, наверное, на этом не закончилась. То есть родители тоже, как бы им тяжело не было со мной, потому что, я думаю, что для них это тоже была неожиданность, мой диагноз. То есть как бы им тяжело не было, они тоже никогда мне не показывали, старались не показывать, что им плохо, что они там переживают. Но я старалась не показывать им, как мне тяжело. Съемки в проекте уже начались, и, может быть, сейчас можно рассказать о том, кто стал героями на текущий момент. Вот Татьяна Борисова и Мария Кудряшова. Я о проекте узнала чисто случайно. Мне о нем вообще рассказала даже не то, что о проекте, что вот Елена Келлин, то есть она была в курсе моей болезни, и она просто сказала, что вот как бы девочки, они какой-то организуют проект, то есть обратись, пожалуйста, вот к Юлии Погодиной, то есть она тебе все расскажет. И да, я сама написала в ВКонтакте Юлии Погодиной, Юля мне все рассказала, прислала ссылку, моя фототерапия, вот сайт, где я уже посмотрела, что это из себя представляет, то есть изучила истории, почитала истории, фотографии тоже посмотрела. Юля рассказала тоже, что от меня требуется, сказала, что остальное, что все, как бы организационные вопросы решат они, а от меня только требовалось присутствие. А все это было на этапе именно химиотерапии, прохождении непосредственно курсов? Нет, основные курсы химиотерапии у меня уже прошли, то есть сейчас у меня уже идет поддерживающая терапия. То есть как бы лечение продолжается, но уже поддерживающая терапия. То есть это происходит, а фотосессии, они могут проходить в любой момент? фотосессии могут проходить в любой момент и сейчас даже если кто-то из сарова захочет поучаствовать то могут зайти на сайт фототерапии заполнить анкету и мы снова сделаем серию фотосессий мы будем продолжать с этим работать на любом этапе до вчера диагноз поставили в процессе лечения независимо от главное чтобы человек хотел прийти и хотел этой поддержки мы будем с ним работать потому что вот насколько мы в курсе марита она у неё уже давно прошло 15 лет прошло как она вылечилась точки зрения медицины кто сейчас наибольшую поддержку оказывает проект в сарове очень активно взялась макарова ирина антольевна за этот проект это заведующая второй поликлиники они устраивают семинары вот как раз у нас открытие выставки было 20 октября 21 октября был первый семинар на базе 2 поликлиники и там врачи организуют для женщин формате диспансеризации осмотр врачей то есть как вот они говорят очень сложно записаться чтобы вот этого избежать девочки приходят их осматривать сразу же несколько докторов делают узи ну какие-то нужные обследования чтобы именно для профилактики организовать какие-то мероприятия вот поэтому сейчас и дальнейшие семинары будут проходить тоже на базе второй поликлиники а выставка сейчас пока стоит в холле первой поликлиники у нас как раз хотел спросить что у вас сейчас действует выставка как раз которая открылась и она в первой поликлинике в холле первой поликлинике то есть при входе можно прийти почитать истории людей которые болели как они вылечились очень интересно я видела когда было открытие люди приходили я видел слезы на глазах это вдохновляет это вот знаете до мурашек просто вот именно вот выставка у нас две модели будем говорить то есть там есть еще из нижнего новгорода переехала до выставка она переехала к нам что тебя вдохновляло на жизнь на борьбу вот при таком диагнозе вот есть какое-то вдохновение конечно на момент когда я узнала болезнь я была беременна то есть до химиотерапии я успела родить маленькую дочку и соответственно вот осознание того что у тебя ребенок тебе еще нужно его растить их ну как бы мне хотелось очень находиться не рядом дальше жить видеть вообще как она растет то есть вот именно мысли о ребенке не давали мне как бы вообще думать ни о чем другом ни о чем плохом то есть я проходила химиотерапии наверное с улыбкой на лице и даже никогда не унывала но и и врачи то есть врачи тоже всегда говорили что нужно надеяться вообще никакой никакие даже мысли об уныне не должно быть вот обязательно должна быть цель вот у меня такой целью был маленький мой маленький ребеночек но не у всех возможно беременности роды что делать тем кто только узнал о диагнозе вот на личном опыте какие какие советы может дать так наверное не сдаваться то есть рак это не приговор лечиться то есть делать все что говорит врач как бы тяжело не было как бы какие последствия не были то есть лечение проходить не унывать чтобы руки обязательно не опускались то есть это это очень важно ну и не читать все всякие гадости в интернете по поводу болезни тоже это очень важно потому что держать позитивный настрой вот то есть не зарываться не зарываться что все плохо да 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 что выхода нет да это самое главное несмотря на такую малочисленную команду если возможность кому-то прийти в этот проект в качестве участия не в качестве модели да в качестве помощника какого то есть человек хочет заняться этим проектом за кадром будем говорить так да конечно если если в здоровье кто-то хочет поучаствовать в качестве фотографа я знаю кому можно обратиться чтобы выучиться на онко фотографа может быть визажисты либо ребята у кого есть фотостудии тоже захотят поучаствовать нам будет очень приятно расширить штат и сделать нашу команду еще шире и крепче тогда наверное стоит проговорить какие особенности между обычным фотографом и онко фотографом что что особенного на этих курсах что может получить обычный фотограф вот пройдя эти курсы немножко другой формат общения чем когда к тебе приходит обычная семья обычная девушка модель или пара ты с ними общаешься на равном здесь нужно быть аккуратным нужно чувствовать человека знать какие вопросы задать не сделать больно не ранить тут очень тонкая грань к тебе человек приходит с желанием открыться желанием поддержки нужно эту поддержку дать настроить на дань на любимое слово позитивный лад чтобы съемка прошла вот в таком душевном ключе чтобы человек через глаза транслировал такие эмоции желание жить вот это нужно уметь делать татьяну удалось какие-то фотографии сохранить в рамки и повесить на стену конец той фотосессии какая самая любимая наверное который у меня состоит на аватарке соцсетях но не хочется так вот забыть об этом опыте искать что это вот прошло и я закончил да нет как это химия была нам и расстались ну конечно любой опыт это опыт и да нет не хочется забыть все равно как бы тяжело не было все равно это это тоже опыт это тоже жизнь а участие в фото проекте это вообще позитивное времяпрепровождение то есть тут почему с такими мыслями и с таким моментом хочет не хочет конечно расставаться что в следующий раз когда фотосессию пони планирую к новому год но она будет в рамках этого же проекта все ну наверное уже уже не уже нет это тут уже наверно просто ли лично так мы уже договорились что это будет моим подарком для то не тут уже так просто для поднятия настроения но именно тот самый позитив который надо сохранять да 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 татьяна последний вопрос если кто-то сейчас смотрит нашу передачу и вдруг пожелает поучаствовать в проекте какой совет как себе сделать первый шаг и куда ему обратиться можно написать на сайт мояфототерапия . рф и оставить там заявку там сайт интуитивно понятный рассказать о своей истории как протекала болезнь вкратце и ребята которые работают администраторы на этом сайте они ответят и расскажут алгоритм действий куда обращаться можно написать мне личным сообщением татьяна акимова вконтакте и я тоже могу подсказать как действовать кому обратиться уже на уровне сарова все-таки совет как сделать первый шаг что что должно вот ну первый шаг решится вот и татьяна дана тщательно изучала фотографии выбирал хотя и сказал что за секунду приняла решение нет я изучал потом уже все равно ну чтобы знать на что я подписалась нет решение было принято то есть я так-то представлял что фотосессии что-то фотосессии ну да а вот насчет вы мы говорим про женщина счет мужчин что мужчина ведь не реже бывают таких ситуаций но они реже ходят на фотосессии это в принципе даже независимо он к фотографии или просто фотография видела мужчин которые приведены женщинами не очень любят мужчины фотографироваться но пусть приходят для них тоже нужна поддержка эмоциональная поддержка в первую очередь но они такие же люди и главное решиться понять что это не страшно и понять что ваша история может помочь кому-то вот это очень важно потому что сидит кто-то может быть с таким же диагнозом бывают люди одиноки которым некому обратиться бывают люди которые считают себя очень сильными и не хотят никому обращаться не хотят об этом рассказывать так вот для них ваша история может стать той дорожкой который выведет к выздоровлению к общению к получению той позитивного настроения которые требуется поддержка плюс если нужна бывает помощь я знаю что оказывают и финансовую помощь и информационную помощь опять же вот через этот сайт помогают людям с заболеваниями каким-то нужно бывает особенное питание вот и люди могут найти финансовую поддержку спонсорскую помощь и какие-то сайты для поиска еды либо лекарств это тоже большой плюс вот этого участия в этом проекте а проект все федеральный потому что мы говорим о том что он сейчас реализуется здесь у нас да и вот фото выставка участницы но он федеральный если мы знаем что это общефедеральный рф ресурс да это федеральный проект в нем задействовано очень много городов начинался он с москвы потом он переехал в питер и сейчас более 50 городов участники этого проекта друзья если вы решите для себя если у вас есть близкие люди которым нужна помощь и поддержка в сложной ситуации с онкозаболеванием обращайтесь на сайт мояфото терапии . рф он сейчас у вас на экране не стесняйтесь рассказать свою историю историю своих родственников на этом у нас все спасибо что были с нами и до свидания до встречи через неделю субтитры сделал DimaTorzok